Сейчас территория по улице 1-й Пролетарской вблизи домов номер 2 и номер 3 выглядит именно так. Участок выравнивают, уже проложили пешеходную дорожку в плане посадка деревьев и установка лавочек. Благоустройство первой части 24-го микрорайона проводилось в прошлом году. В этом году доделают и вторую. Сказать, что очень простой микрорайон нельзя, потому что состоит из двух частей, разные архитектурные особенности. Сами застройки разные, планировки разные. И где-то очень удобно работать, потому что есть какие-то территории большие. На данном случае на этом кусочке здесь очень сложная работа. И дома очень скучные, и детские площадки в миниатюре, и дороги в миниатюре. И поэтому каждый квадратный сантиметр под стоянку, под тротуар мы, можно сказать, продумали очень долго. Работы по благоустройству идут по графику. Проводятся дорожные работы и озеленение. Устанавливаются объекты освещения. Проект согласован с жителями района. Благоустройство охватывает территорию от Олимпийского проспекта до улицы Силикатной. А у нас здесь все в порядке с сетями? Вот водопровод переложили, но было поручение в Реску делать. Как оно выполняется? На прошлой неделе проводили совещание с водоканалом. Они будут менять программу капитального ремонта и делать перевески. Они просили деньги у нас. А перевески-то? Вода, это труба-то сухая стоит или под водой? Да, сухие. Сухие трубы, да, которые положили? Так это еще целая процедура? Наполнять, по анализу брать, промывать? Да. Давай решай побыстрее, не успеют они до зимы-то. Ну, почему? Да, первый десятый стол поставили, они сделают. По проекту в 24-м микрорайоне будут обустроены 11 детских площадок и 6 скверов. Территория действительно большая, но строители уверяют, что работа закончит срок, точнее к октябрю. Мы проект делаем не сидя за столом. Мы проект делаем приближенный к той жизни. Мы первое, что делаем, это все натоптыши. Мы смотрим, где люди ходят, как им удобно и все остальное. Почему мы говорим реконструкция? Поэтому наша задача стоит все это предусмотреть, как можно меньше ошибок потом было между проектированием и уже строительством этих объектов. День ЖКХ продолжился в зале заседания городского округа Матищи. Обсуждались вопросы дорожного движения вблизи детских, дошкольных и образовательных учреждений. Все должно быть сделано к 1 сентября. Еще одной важной темой стало рассмотрение позиций округа в рейтинге 50, который базируется на указах президента, а также на программах, принятых правительством Московской области. Рейтинг муниципальных образований включает в себя различные показатели. Так, на дне ЖКХ рассмотрели один из них – вопрос организации дополнительных парковочных пространств. К концу года их планируют увеличить до 3000. Подняться в рейтинге 50 для городского округа Матищи – важная задача. Для этого проводится большая работа на всех уровнях муниципального управления.